Так, давайте продолжим. Для непосредственно усилия, так и для переключения скоростей. И к тому же ограничение на скорость изменения. Одно из координат, которые мы управляем, на скорость переключения скоростей. То есть, формулировав такие цели, дальше мы можем использовать методы численной оптимизации для того, чтобы подбирать в каждый момент времени управляющие воздействия. Это сила, с которой мы тормозим или ускоряемся, и это скорость, на которой мы сейчас находимся. Значит, дополнительно, что здесь еще вводится, они формулируют... Так, ну, наверное, пока тут еще не здесь это вводится. То есть, грубо говоря, здесь они вводят некоторую логику переключения скоростей для того, чтобы, грубо говоря, для каждой скорости использовать некоторый наиболее оптимальный диапазон, который соответствует вот этой вот верхней границе. Они здесь тоже вместо... в этой табличке это вводят. Значит, это уже не относится непосредственно к модели объекта, это уже относится к некоторой стратегии управления. Здесь она неявно у них задается. То есть, они подразумевают, что помимо вот этих ограничений есть еще некоторое переключение скоростей, которое происходит автоматически в соответствии вот с этой таблицей, которая описана выше. Вот. И после этого здесь уже выбирается... вернее, подбираются путем численной оптимизации значения u и j в каждый момент времени для того, чтобы обеспечить выход на заданную траекторию. В прошлый раз мы с вами уже так мельком посмотрели, как устроен Model Predictive Control, вернее, в чем его идея, что, грубо говоря, вы, имея предыдущие измерения, то есть измерения в прошлые моменты времени, имея модель, которая заложена в вашем контроллере, вы, подставляя различные значения управляющих воздействий, можете понять, куда на некотором горизонте времени будет двигаться ваша система. И там есть так называемый горизонт планирования NP, который как раз-таки... на котором происходит оптимизация. То есть оптимизация идет не на времени, там, плюс бесконечность, а на некотором ограниченном интервале, там, например, 5-6 итераций работы контроллера. Вот. Поэтому оптимизация тоже строится исходя из этого горизонта, и цель состоит в том, чтобы вот этот функционал свести к минимуму. Значит, здесь, соответственно, есть ряд дополнительных функций, которые составляют этот функционал. Значит, это функции, которые определяют некоторые, соответственно, некоторые ошибки. То есть, грубо говоря, у вас есть желаемое значение. Ну, то есть вот это эпсилон, тут, наверное, где-то расписано, значит, оно описывает некоторое желаемое значение координат, координаты вашего автомобиля, которые вы... ну, некоторая желаемая дистанция, там, до следующего автомобиля, полно говоря. Либо какая-то, скорее, траектория. То есть, вот это НЮК, это некоторая траектория, получается, движения по трассе ожидаемое. Вот, соответственно, вот это эпсилон, оно описывает то, как ваш автомобиль... То есть, по сути, это ваш маршрут. Вот. Дальше идут части, касающиеся ограничения на управляющее воздействие. То есть, это некоторое... ну, то есть, грубо говоря, чем больше, получается, чем чаще вы меняете ваше управляющее воздействие, тем больше будет значение этого функционала. И, наконец, это переключение скоростей тоже. Чем чаще вы переключаете скорости, тем больше будет значение этой функции. Вот. Таким образом, у вас получается функция, вот этот функционал. Вот, в процессе оптимизации вы, с одной стороны, должны удерживать вашу систему вот в этих границах, с другой стороны, вы должны обеспечивать некоторый заданный маршрут, который у вас заложен в программе через эту вот функцию НЮКа. И вы должны также минимизировать количество переключений, как по нажатию газа тормоз, так и по выбору той скорости, на которой вы двигаетесь. Вот. То есть, таким образом формулируется задача оптимизации. Вот. Соответственно, дальше, ну, здесь, понятно, они просто задают для теста некоторую траекторию движения, которая, ну, по сути, на интервале вот этих трех километров исходит из того, что, ну, скорость 15 метров в секунду. То есть, такое некоторое равномерное движение на интервале трех километров. Вот. И дальше они начинают рассматривать уже несколько подходов. То есть, Model Predator Control — это некоторый такой общий метод. А дальше на его основе могут быть построены целый ряд других алгоритмов. И мы в прошлый раз тоже это частично обсуждали, что в том же пакете PCS7 есть, например, выбор между, что они называли его ленивый алгоритм, который у вас непосредственно в контроллере может программированно крутиться, и полноценный, то есть, full function. Вот. То есть, соответственно, тот, который крутится в контроллере у Сименса, это был алгоритм на базе формулы. То есть, для заранее заданной модели вот этих какого-то набора ограничений, но там конкретно говорилось, что для ленивого алгоритма вот эти ограничения задавать нельзя. То есть, они там не учитываются вообще. Вот. То есть, там, по сути, решалась вот такая задача для линейного объекта. Вот. Но для такого линейного объекта вот с таким вот, ну, с похожим функционалом, там, понятно, если помните, там было немножко проще, там было некоторое значение координаты перемножалось на матрицу и опять на значение координат. То есть, по сути, там он представлял примерно то же самое, только вы задавали уже не конкретные, там, значения или траекторию, а вы задавали просто матрицы перемножения коэффициентов. Соответственно, перемножение координат. Вот. Соответственно, вы тоже можете таким образом задавать, если вы будете, например, на вход подавать не положение на трассе, да, а будете подавать отклонение от траектории, то есть вот это эпсилл, то в целом вы можете тоже посчитать вот такую норму, в том числе и в пакете Siemens. И то же самое по переключениям. Там тоже такой компонент был, вот, который позволял вам, по сути, вот такой же функционал задать. Вот. Чего там не было в их встроенном, так сказать, model-pritext control, который в контроллеры может крутиться, там не было таких ограничений, то есть вы их не можете задавать. А в чем стояла суть вот их оптимизации в том, что задавая вот эти коэффициенты, там был коэффициент, по-моему, R, EQ, вот, вы получали автоматически формулу для контроллера. То есть это просто получался некоторый набор передачной функций, которые вы в контроллер вбивали. То есть это решалось аналитически на какой-то рабочей станции, предполагалось, что это решается на рабочей станции. В контроллере только записывается уже некоторая передачная функция конкретного регулятора. То есть это такой model-predictive control ленивый, который не производит вот эту оптимизацию онлайн. Для онлайн-оптимизации Siemens предлагал отдельный пакет для model-predictive control, который крутится на рабочей станции. То есть там вот было такое вот разделение. И здесь авторы тоже рассматривают несколько вариантов. То есть есть, у них там будет дальше, что есть онлайн и офлайн. То есть есть полноценный model-predictive control, который базируется на вот такой вот нелинейной модели. То есть он использует эту нелинейную модель для расчета будущей траектории. И есть разные вариации. Есть вариации как раз с онлайн-оптимизацией. То есть когда у вас вот этот функционал, он оптимизируется оптимально. То есть каждый момент времени заново рассчитываются некоторые значения функции, конкретные числа выдаются в ходе численной оптимизации. И есть офлайн-вариант, где просто для заранее заданной модели, упрощенной, мы еще об этом поговорим, рассчитывается формула того, как из текущих координат рассчитать, текущих координат о некоторой истории рассчитать значение управляющих воздействий. То есть вот сам функционал в реальном времени, он не оптимизируется. Он просто на этапе проектирования, закладывая некоторую модель, аналитически вычисляется решение этой задачи минимизации, которая зависит только от координат объекта и от параметров системы. То есть это такая формула BASED на основе формулы управления. И также есть тут дополнительные разные линеризации, то есть упрощение модели, которые позволяют тоже построить управляющий воздействий. Ну и в частности вот тут есть гейнскедулинг, то есть тоже аппроксимация с помощью, выбирая некоторые точки, можно построить линейные системы локальные, и соответственно на основе такой композиции локальных линейных систем построить нелинейное управление. То есть такой вот набор стандартных техник для построения управляющего устройства. Вот, то есть по сути онлайн-офлайн, надеюсь тут все понятно, то есть либо есть онлайн-оптимизация, то есть в реальном времени происходит расчет, либо это онлайн-оптимизация нет, и просто на этапе проектирования рассчитывается формула в соответствии с тем функционалом, который там представлен. Вот, в чем преимущество? Преимущество онлайн-оптимизации в том, что если у вас, ну модель у вас скорее всего будет отличаться от реальной, то есть так как в любом случае здесь какие-то были предположения вот при построении этой модели, да, то есть тут выбрана какая-то кривая, здесь тоже какая-то кривая задана, вот, ну в целом она скорее всего там плюс-минус 1% похожа, да, но есть оставшийся 1%, плюс автомобили могут быть немного разными, то есть там, например, разные колеса могут поставить, какие-то запчасти поменять, где-то что-то вышло из строя, где-то датчик разболтался, так или иначе у вас начинаются какие-то расхождения с вашей моделью, которую вы здесь сформулировали. И может быть даже на этапе там пусконаваточных работ, там на этапе выпуска автомобиля она будет похожа, да, но со временем она будет деградировать, и это на самом деле большая проблема. Вот, поэтому в отличие от оффлайн-подхода, где вы просто заложились на вот эти параметры, и у вас управление оптимальное только с точки зрения каких-то конкретных параметров, конкретной модели. Вот, в онлайн-оптимизации вы можете на самом деле частично компенсировать, это за счет того, что будет анализироваться, то есть в каждый момент времени будет приниматься новое решение. Кроме того, при онлайн-оптимизации, как вот, например, в случае с Сименсом, можно, например, использовать более сложную модель нелинейную, для которой, например, не существует аналитического решения, в том числе, там, исходную модель, которая была там с вот этими скоростями. Вот, а для оффлайн-модели, как правило, вот, должна быть какая-то упрощенная модель, которая позволяет вам получить аналитическое решение. То есть для Сименса это была модель на основе передачных функций, то есть вы должны были загнать ваш объект в передачную функцию. Но, например, вот в этой задаче это становится проблематичным, потому что, скажем, линеризовать вот такую вот функцию достаточно сложновато. Ну, вот единственное, что если вы, даже если вы там попытаетесь взять, ну, какой-то, например, уйти от этих переключений скоростей, как они тут пытаются задать какой-то алгоритм переключения этих скоростей, вот все равно у вас функция, она вот такую вот интересную форму имеет, то есть нелинейную. То есть как ее задавать линейной передачной функции, но только если в каких-то там вот здесь построить линейную функцию, здесь построить линейную функцию, здесь несколько линейных функций построить. То есть только если через gain-scheduling сделать такую вот комбинацию нелинейных функций, которые будут. Но, тем не менее, эта функция, она не выдает вам производную, она выдает вам только некоторый компонент системы. То, как управляющая, по сути, как на объект действует управляющее воздействие. То есть, ну, получается, да, одну из передачных функций вам придется вот задавать таким вот хитрым образом. Кроме того, есть еще, например, трение, коэффициент трения, да, то, как сам объект на себя влияет. То есть он тоже нелинейный. Здесь тоже вот, я предлагаю, например, для gain-scheduling сделать тоже некоторую аппроксимацию. Вот, по сути, это вот и есть, да, аппроксимация. То есть система становится линейной, вот, у нее есть какой-то коэффициент, но этот коэффициент, он разный для двух точек. И вот есть точка перелома, где происходит переключение этих систем. Вот, то есть такими приемами, в принципе, можно задать некоторый набор линейных моделей, для каждого из них посчитать оптимальное управление с точки зрения вот такого критерия. Вот, ну, вот в Siemens, например, уже нельзя задавать ограничения никак. То есть аналитически уже будет сложно вычислить функцию управления, которая бы учитывала целый набор ограничений. Вот, поэтому там предполагается, что вы за эти ограничения автоматически не выходите. То есть вы никогда за них не выйдете. Соответственно, это вот то, что касается подхода на основную формулу, да, то есть в нем есть много ограничений, но преимущество в том, что алгоритм получается очень компактным, он получается простым, вы знаете, как он работает заранее. Вот, соответственно, есть некоторая уверенность в том, как он будет работать, если, конечно, вы укладываетесь в те ограничения, которые у вас есть. Для онлайн-оптимизации вы получаете уже такую очень сильно нелинейную систему, потому что решение, задача оптимизации, она в принципе является нелинейной. Вот, потому что там есть, например, ну мы об этом еще будем говорить, как они решаются. То есть у вас есть отдельный курс по оптимизации, оптимальным системам управления. Вот, то есть в онлайн-оптимизации как раз в реальном времени, в каждый момент времени вычисляются оптимальные значения этих управляющих воздействий, исходя из этого функционала и тех ограничений, которые существуют. То есть система движется в некотором предопределенном канале. И есть еще целый набор упрощений, там, связанных с линеризацией. Значит, здесь, что здесь можно интересного отметить, что они, например, начинают уже принимать некоторый ряд допущений, упрощений. Ну, одно из них, например, они пытаются представить функцию. Здесь, по сути, у вас в исходной модели объекта функция, вот эта b, которая определяла силу на каждой скорости, они ее начинают аппроксимировать одной единой функцией. Ну, здесь она представлена, да, как некоторую комбинацию линейных функций. И каждая линейная функция, то есть, по сути, они представляют ее в виде так называемой кусочно-линейной функции. То есть у них есть вот дельта, моменты времени переключения, для каждого из которых есть некоторый коэффициент усиления. Этот коэффициент усиления у них определяется максимальным значением для данного диапазона. То есть, по сути, они пытаются вот эту функцию, состоящую из нескольких функций, аппроксимировать как одну функцию с учетом некоторого заранее заложенного алгоритма переключения скоростей. То есть, ну, в принципе, это логично. То есть, даже если у вас там есть, например, коробка автомат, она тоже автоматически переключается в некотором диапазоне. Точно так же и здесь закладывается некоторый алгоритм переключения скоростей. И за счет этого вы можете избавиться от этого вот параметра g и сделать зависимость только от скорости движения. То есть, вот такой простой прием, который позволяет, например, избавиться от такой вот сложной разрывной нелинейности, которая, по сути, некоторая комбинация нескольких функций. Так, это вот первый прием, который они применяют. Да, вот эти алгоритмы переключения между скоростями. Так, дополнительно здесь, наверное, вводится еще... чтобы не было дребезжания, например, между двумя скоростями. Дополнительные критерии вводятся. Вот. И, ну, в целом, вот как получается функция скорости от переключения, да? То есть, просто некоторые криваи. То есть, они заменили вот ту сложную функцию вот таким вот набором кривых, которые потом они будут просто применять в разных алгоритмах. Значит, ну, тут детали алгоритмов, да? То есть, есть там, грубо говоря, полностью нелинейная модель, которая вот здесь как... да, вот они уже, как бы, по сути, ее упростили, эту модель. Значит, и... но, тем не менее, оставили еще некоторый нелинейный компонент, связанный с сопротивлением движения. То есть, вот та вот квадратичная функция, которая здесь представлена. То есть, они ее сохранили целиком. Там, второй вариант, они возьмут линейную модель, и третий, они возьмут вот такую вот кусочную линейную модель. То есть, несколько вариантов систем управления в зависимости от того, какие упрощения принимаются. Значит, ну, наверное, подробно не будем мы на этом останавливаться. Значит, тут просто уже переформулируются те критерии, которые были, с учетом тех упрощений, которые они вводят для каждой конкретной модели. Значит, и здесь, ну, тут, видите, вот они раскладывают уже на... Вот как раз на вот эти две компоненты. То есть, когда у вас эта функция посередине аппроксимируется двумя линейными функциями, вот здесь как бы происходит такая вот аппроксимация. То есть, система состоит из двух кусков. Вот потом они дальше посмотрят еще систему, где будет просто линеризация как бы в общем диапазоне, да, то есть такая средняя линия проведена. И отдельно у них будет еще пример, где они возьмут как бы касательную, какой-то точки перегиба. И они, соответственно, получат там целый набор систем, которые они будут между собой сравнивать. Вот в конце они посмотрят еще метод на основе гейнскедулинга и в конце там просто сравнят с пропорциональным законом. Значит, ну, тут в целом в конце они просто приводят разницу. То есть, ну, так наиболее... Вот они тут как-то даже оценивают сложность алгоритма, хотя сейчас, наверное, не так уже актуально. То есть, статья, понятно, 2008 года. С тех пор достаточно сильно выросли производительности компьютеров и контроллеров. Поэтому в целом, конечно, та сложность, она уже несколько теряет свою значимость. То есть сейчас, как правило, можно уже даже и онлайн-оптимизацию проводить на таких средней стоимости контроллерах. Вот. Ну, вот, тем не менее, тут они вот в то время еще это было актуально, сложность, так сказать, системы. Вот они тут приводят различные варианты, например, по потреблению оперативной памяти, по потреблению времени, сколько нужно времени, например, для того, чтобы рассчитать, да, то есть треть секунды нужно, чтобы вычислить новое значение управления. Вот. Собственно, здесь видно, например, в чем преимущество простых контроллеров, да, в том, что у них там время расчета, оно какое-то совсем там неразличимое. То есть с точки зрения там процесса управления автомобилем, где там время реакции, там, ну, например, 100 миллисекунд должно быть. Вот. То есть, в принципе, P-регулятор, он там большой, с огромным запасом, например. Точно так же, как и более простые модели, связанные с линеризацией. Вот. Ну, вот, если говорить там уже о нелинейных моделях, да, то они, конечно, проигрывали в то время. Сейчас, конечно, вот это время, ну, там, в десятикратном, в стократном размере будет меньше, поэтому даже нелинейная оптимизация сейчас, как правило, вполне приемлемое решение. Вот. Но оно, в принципе, позволяет показать, опять же, здесь модель была второго порядка. Если у вас модель, там, двадцатого порядка, то, может быть, вам и современного контроллера уже не хватит. То есть, несмотря на то, что здесь такая работа 2008 года, 12 лет назад вышла, и, может быть, такие цифры, они уже, как бы, в реальности вы сейчас получите гораздо меньшие цифры на пару порядков меньше. Вот. Но вы должны понимать, что здесь модель, на самом деле, не очень сложная. Это всего лишь второй порядок. И если модель будет намного сложнее, то и вот это время начнет расти. То есть, вот эта величина для нелинейного MPC, она будет, на самом деле, расти быстрее, чем все вот эти величины. Вот. Поэтому здесь тоже вот интересно понять, что вот где-то на порядок медленнее работает полностью нелинейная модель при вот model predictive control. Вот еще такая интересная таблица, которая показывает некоторые соотношения. Значит, ну, что-то еще интересного. Ну, про фишки программирования, да, то есть, что, собственно, вот у них, например, да, есть онлайн-оптимизация. То есть, как видим, что при количестве переменных, да, при, там, чем сложнее становится система, тем больше переменных, тем больше, чем больше ограничений появляется. То есть, грубо говоря, растет в некоторых сложных системах. Так. Ну, и здесь просто показано уже некоторые показатели качества. Ну, вот нам интересно перерегулирование, например, по позиции, по скорости. И что переходный процесс, да. Опять, сколько длится переходный процесс при... Сколько будет длиться секунд переходный процесс до... точность с точностью до 5%, да. То есть, видно, что... Самое интересное, да, что для простых систем оказывается, что переходный процесс получается меньше, чем для сложных систем. Ну, по-видимому, это связано с тем, что просто сложная система работает медленнее. То есть, у нее тут получается где-то... Получается полсекунды, да, он от 300 миллисекунд до полусекунды рассчитывает. То есть, он, по сути, просто не успевает срабатывать. Он как бы слишком медленный. Вот. Поэтому было бы, конечно, интересно здесь сравнить вот эту вот характеристику с тем, когда, например, у него он будет примерно одинаковое время работать. То есть, с одинаковой частотой работы. Потому что здесь, по сути, получается разные частоты работы. То есть, такой более простой регулятор чаще выдает управление, и по этой причине он успевает за объектом. А здесь получается, что он просто не успевает. Вот эти все величины, они просто не успевают. То есть, здесь, конечно, было бы интересно смотреть все-таки на одинаковой частоте работы контроллера. Потому что здесь она, вообще говоря, разная. Значит, и что еще интересно, да, это количество переключений, скоростей. То есть, опять-таки, здесь их больше. Но здесь больше, опять же, скорее всего, за счет того, что такой у них контроллер не успевал за объектом. Он просто... Появлялась дополнительная инерционность, дополнительная колебательность, из-за которой как раз-таки вот это... Проходило ухудшение качества процесса управления. То есть, в данном случае, да, некоторый эксперимент, который показывает интересные результаты, но я думаю, что для того, чтобы делать какие-то выводы по каждому конкретному методу, здесь нужно, конечно, эксперимент немножко почистить. То есть, провести повторные эксперименты с учетом того, чтобы, например, сравнивать их на одной частоте работы. Потому что, конечно, частота работы, на самом деле, очень сильно влияет на качество управления. Так что здесь получается такой немножко странный эксперимент. Но, тем не менее, он показывает интересные моменты, связанные с тем, что чем сложнее у вас система, тем медленнее она будет работать. И вот эта вот медленная работа, она может очень кардинальным образом повлиять на качество управляемого процесса. Вот. Но в целом тут в статье больше уже ничего интересного нет. То есть, это такой был пример решения задачи. Значит, на сегодня, наверное, мы закончим. Значит, если у вас будут какие-то вопросы, можете мне написать в Telegram. Вот. Статьи я вам потом вышлю. Также я впоследствии выложу запись наших лекций, потому что у нас сейчас, по сути, перешел университет на дистанционное обучение. И, в принципе, мы предполагаем, что будем выкладывать эти лекции. Вот. Так что, да, будет вопрос, пишите. Если нет, значит, тогда встретимся через неделю, во вторник.